Всем привет и с Новым Годом! Сегодня открылся девятый стиваль Виртуоза гитары Сегодня был опробован новый формат для нашего фестиваля Это квинтеты с участием гитары Гитаристам вообще нужно чаще сотрудничать с другими инструментами И мы сделаем все возможное, чтобы мы постоянно, ежегодно смогли бы приглашать, участвовать в нашем фестивале других музыкантов Особенно таких талантливых, как сегодняшние наши гости Позвольте представить вам прекрасных музыкантов Это Александр Акимов, альт И Антон Павловский, виолончель А братья Пачейкины уже сбежали Так что с ними мы пообщаемся в следующий раз Как тебе понравилось играть на Кастанетах? Это же был у тебя дебют в качестве ударника Впечатление произвела на своих друзей и родственников Я думаю, что на этот зал Которые пришли сегодня И безусловно, этот концерт запомнится еще и этим Потому что это первый и очень вероятно последний мой опыт игры на Кастанетах В зале имени Чайковского Ну не зарекать У нас еще впереди большие два консерватория Привет из Москвы Меня зовут Петрит Чайков Это фестиваль виртуозной гитары Мы с Петритом никогда вместе не играли Мы сегодня первый раз вышли на сцену И вот сели и сыграли местами так, как будто мы репетировали долго А репетировали на самом деле очень мало Пьесу Серджио Асада мы практически не репетировали То есть мы вчера ночью сели и склеили структуру вместе А Рахманинова мы порепетировали больше Но вообще был такой ответственный момент Потому что выйти в Москве на сцену филармонии Играть на двух гитарах музыку Сергея Рахманинова И делать это плохо Это было бы на самом деле творческое самоубийство Они задавали мне вопрос Когда увидели программу Как же можно вокалист Рахманинова играть на гитаре на двух гитарах Я, честно говоря, не знал как Но я был уверен, что это получится И мне кажется, у нас получилось И надо делать больше таких приложений Потому что играть больше великой музыки Это было бы на самом деле первое вместе И мы даже не нужны много репетирования Или у нас было время для его это Since мы both had our quintets To prepare within 2 дня После этого я была здесь То есть была бы в том, что мы были в том, что мы взяли все capacités В том, что мы взяли вместе В том, что мы взяли вместе И взяли вместе В том, что мы взяли вместе Дуэты, архитекты без того, чтобы подготовить много времени. Но в конце это было хорошо, потому что мы были вверх, наши очки были очень открыты. И я думаю, что это очень хорошо. Как Вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете? Я встретил Артём в 2007, он приехал в Питал Луга-Компетитон как предыдущий победитель в 2006-е, и я был победитель в 2007-е. И после этого года мы встретились. Мы были победители Питал Луга-Компетитон, Я думаю, что это важно для нас, для нашей карьеры. Мы отлично провели время, он очень хороший человек, и с ним очень приятно общаться, очень легко и свободно. И мы, я помню, что проводили прекрасное время в кругу лауреатов конкурса, и он был как основан лауреатом-победителем. И с тех пор мы никогда не виделись. Я очень рад, что спустя 7 лет эта встреча произошла. Встреча в Москве на сцене Зала Чайковского. Лауреатом. Прекрасно. Я получил колоссальное удовольствие. Традиционно не обошлось без приключений. Было очень мало репетиций перед сегодняшним концертом. У нас было всего две репетиции, очень много программы, все волновались и не знали, как все в итоге выйдет. Но мне кажется, что все получилось, несмотря на то, что та же репетиция была прервана сообщением о том, что наш гость из Японии был задержан на паспортном контроле за неимением визы. В итоге все бросили репетицию и побежали спасать Нисуджи, который находился в зоне карантина для беженцев в аэропорте Шереметьево. Дело в том, что, наверное, японцы не знают, что такое виза. Мы прислали приглашение Иисуджи, с которым он должен был пойти и получить визу. К сожалению, он подумал, что это уже виза и пытался с этой бумажкой уехать в страну. Естественно, его тут же пытались арестовать. Но в итоге профессионализм работников Московской филармонии дал о себе знать. И господин Нисуджи Охаги был спасен и выступит для вас 14 марта в полном здравии и в полной боевой готовности. Так что приходите, будет весело. А во втором отделении выступит знаменитый польский гитарист Марчен Билла, который уже выступал на нашем фестивале с оркестром. И сейчас вы услышите его сольное отделение. Третьяна Музыка Я очень счастлива, чтобы быть один из тех людей, кто не слышит телефончиков на сцену. Но когда я в студии, я очень сильно не resent это. Но пока я на сцене, это не очень важно, потому что я очень концентратный на музыке. Но, однако, я думаю, что это очень важно, чтобы выключить телефончиков. И это больше удивительно для зрителей, чем для интерпретов. Третьяна Музыка Телефон На сайте гитармаг.н. вы найдете вопросы, ответив на которые, вы сможете бесплатно попасть на концерт 14 марта. в котором примут участие Ису Джо Хаги из Японии и Марчин Дену из Польши. Не пропустите! Аплодисменты.